Этот праздник всегда начинается с очень грустных моментов. Вспоминают тех, кто свой долг перед Отечеством уже выполнил и заплатил за это слишком большую цену. В этот раз торжественный митинг, посвященный Дню Защитника Отечества, проходит перед памятником Скоробящей Матери. Дань памяти отдают воинам, погибшим в одном из самых кровопролитных конфликтов 20 века. Так, особых слов удостоилась важная дата – годовщина вывода советских войск из Афганистана. Слава тем воинам, воинам-интернациалистам, которые были там и выполнили свой долг, выполнили присягу. Мы сейчас как никогда должны помнить о том, что война – это не что-то такое где-то, когда-то, далеко. Но история очень жестоко обходится с теми, кто эту память забывает, забывает те трагические события в жизни нашей страны. Мы знаем Покрышкина, который пошел на смертельный таран в годы Великой Отечественной войны. Мы знаем героя России Андрея Савгиренко, который этот подвиг повторил в 2000 году. Подставил борт своего вертолета под крупнокалиберный пулемет, спасая незащищенный экипаж и десантную группу вертолета Б-8 в горах Чеченской Республики. Минута молчания по погибшим и возложение цветов к памятнику проходит в едином порыве. Скорбят и молодые ребята, и ветераны Великой Отечественной войны. Афганская война – это война была неожиданной. Так никто не ожидал, что там она будет столь жестока, столь тяжелой. Другой датой, которую в этот день также отметили, конечно, стала будущая годовщина Великой Победы. Награждение ветеранов юбилейными медалями и концерт, посвященный событию, прошли в культурном комплексе «Славия». Мы кланяемся нашим ветеранам. Низко кланяемся. Спасибо, что вы тогда отстояли свободу. И глянем на наших офицеров, я могу сказать, не отдадим мы Россию им. Пока мы в строю, пока мы еще можем, мы не позволим над нашей страной надругаться. И действительно, бесчисленное количество моментов истории доказывает, русский народ отступать не любит. И вот на сцене не совсем обычная для этого праздника зарисовка, посвященная Великой Отечественной войне. Стоит теплый май 1945-го и голос знаменитого диктора объявляет радостную весть. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Германия полностью разгромлена. Отметили на празднике не только ветеранов, но и тех, кто прямо сейчас несет службу, стоит на страже нашей Родины. Памятные грамоты получили военнослужащие Щелковского района. Быть защитником Отечества – это всегда огромная ответственность. Большое спасибо мужчинам, которые готовы в случае чего встать на нашу защиту. И вечная память тем, кому пришлось отдать жизни за наше будущее. Александра Гранич, Михаил Черепанов, телерадиокомпания Щелково.